МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воздушное сражение развернулось в небе над Пермью в рамках командно-штабных учений. Истребители Центрального военного округа разделились на своих и чужих. По замыслу маневров А-50 самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения атакует группа вражеских истребителей. Задача экипажа этой умной машины в паре с самолетом сопровождения отразить все атаки и уничтожить условного противника. Подсветил цели своим опекунам как раз А-50. Условный враг был благополучно уничтожен. Главный небесный разведчик российских ВВС А-50. Его внешний вид необычен и невольно возникает вопрос, как же он летает. В народе его называют просто летающая тарелка. По техническим характеристикам, это уникальная машина, целый радиолокационный комплекс. Самолет создан на базе известного Ил-76. В небе над океаном или в северных широтах, где нет наземных станций слежения, этот авиакомплекс главный помощник боевой авиации. Все подробности знает мой коллега Сергей Николаев. Самолет А-50У. Глаза и уши российских ВВС. Его официальное название – авиационная система предупреждения и управления. А в народе просто – летающая тарелка. Разведчик-одиночка. По своим техническим характеристикам – это уникальная машина. Самолет А-50У оснащен мощнейшим радиотехническим оборудованием. Позволяет обнаруживать и сопровождать военные воздушные объекты, в том числе крылатые ракеты. Также разыскивает надводные корабли противника. В случае необходимости направляет группировку истребителей или противокорабельных ракет на цель. Летающий локатор и мобильный пункт управления в одном флаконе. Он был создан в конце 70-х годов прошлого века, как ответ американским самолетам-разведчикам. Отцом стал военный транспортник Ил-76. Правда, по словам летчиков, от предков А-50 осталось только шасси. Компоновка воздушного судна отличается, как вы видели. Сверху находится называемый гриб, в котором находится локатор. Значит, характеристики с виду одни и те же, но особенности есть. А-50У – это модернизированная версия знаменитого разведчика А-50. Многие способности, усовершенствованной летающей тарелке – строжайшая тайна. Известно, что он видит на расстоянии более 800 километров. А это, как минимум, вся акватория Черного моря. Одновременно сопровождает около сотни целей и направляет к ним группу истребителей или ракет. Система работает и в автоматическом режиме. Электронная начинка, дальность полета на 7000 километров и всепогодность. В сопровождении истребителей этот самолет без труда наведет подводные лодки и ракетоносцы на авианосную группировку противника, которые затем пустят всю эскадру на дно. Экипаж, как и у предшественника, 15 человек. 10 из них – тактическая группа. Это те, кто управляет электроникой самолета. То, что касается тактического экипажа, это экипаж второй кабины. Больше у нас в России таких нигде нет. Естественно, здесь на месте мы обучаем и переучиваем личный состав и специалистов комплекса. По сути, модернизация А-50У является переходным вариантом к новому самолету А-100 «Премьер», который по своим боевым возможностям должен значительно превзойти существующие российские аналоги. Сергей Николаев, программа «Союзники».